Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як от взяться великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, и суббота Третьей Седмицы Великого Поста — это Родительская суббота. И сегодня читается два отрывка. Один рядовой, а другой, посвященный непосредственно заупокойному богослужению памяти усопших наших сродников. Это первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. Но мы сегодня с вами будем читать как раз-таки рядовое чтение. Это послание к евреям, 10 глава, стихи с 32 по 38. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Итак, дорогие братья и сестры, как я уже сказал, сегодня два отрывка положены по уставу для чтения за богослужением. Один — это из послания к фессалоникийцам, или, как по-славянски, к Солунинам. Первое послание как раз-таки и говорится о встрече Господа на воздусьях, и что мы выйдем в встретение Господа, и так вот с ним жить и будем. И сегодня говорится в отрывке о пришествии Господнем, так называемая Парусия, то, что ждали в первые века христиане, в первый век христиане. Это было очень напряженное ожидание Второго пришествия. А потом, когда люди поняли, что не все так просто, и Бог не подчиняется нашим желаниям, то Парусия стала сходить на нет. То есть у нас есть ожидание Второго пришествия, но оно не такое обостренное, как это было в первом веке. Итак, сегодняшний отрывок послания к евреям святого апостола Павла как раз-таки говорит нам о том, что скорби всегда сопутствовали жизни христианина. Что в первые века, что по сей день. Мы знаем, что в мире происходят порой события, когда христианские церкви бывают гонимы, когда христиане преследуются по религиозному признаку, по признаку вероисповедания, и даже до сих пор претерпевают мученическую кончину. Поэтому, дорогие, нужно понимать, что наше христианство — это выбор. И порой это выбор между жизнью и смертью. Выбери жизнь физическую, но приобрети смерть духовную. Либо, наоборот, выбери жизнь духовную, но смерть физическую, временную, до всеобщего воскресения. Поэтому это порой страшный выбор, тяжелый выбор, но он иногда встает и в наше время. И сегодня мы читаем с вами 32 стих 10 главы, который говорит, «Вспомните прежние дни выше, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Это говорится о том, как данная община претерпевала гонения, как только она приняла христианство. И мы знаем из книги «Деяния святых апостолов», что это не эвфемизм, что это не какой-то оборот речи, это фактология. Действительно, христиане претерпевали в I веке тяжелые испытания, «Великий подвиг страданий», «то сами среди поношений и скорби служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии». «То сами среди поношений и скорби служа зрелищем для других». Зрелищем, с одной стороны, зрелище – это для тех, кто хотел, вот тех самых пресловутых, да, зрелищ и хлеба. Для тех, кого был построен Колизей и для тех, кого христиан чуть позже будут разрывать дикие звери на арене этих кровавых зрелищ. Но, с другой стороны, мы можем посмотреть на это слово «зрелище», с другой стороны, потому что нас, мученики, вдохновляют, нас они утешают в том смысле, что мы видим, что Христос победил этот мир, и что никакие угрозы и никакие мучения не являются преградой для веры. И в этом смысле зрелище это – это для нас не как развлечение, а как великий подвиг исповедания своей веры. И это позволяет нам жить стойко, претерпевать стойко свои скорби, малые скорби нашей повседневности, которые так или иначе возникают в нашей жизни. Поэтому евреи, ну, адресат данного послания, мы не знаем, к сожалению, какие именно гонения были на них воздвигнуты, из этого послания, нам не совсем это понятно. Но, исходя из других свидетельств Нового Завета, мы можем себе это представить. «Среди поношений и скорби сами служат зрелищем для других, кто принимает участие в других, находившихся в таком же состоянии». То есть они сами претерпевали достойно и мужественно испытания, выпавшие на их долю. С другой стороны, они сами принимали участие в скорбях других, в том смысле, что помогали, утешали людей, которые оказались в таком гонимом положении. «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, узная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Очевидно, были какие-то имущественные потери. И они участвовали непосредственно сами в жизни и судьбе апостола Павла, который тоже неоднократно подвергался различным гонениям и неоднократно был в заточении. И вот они сострадали апостолу Павлу, они участвовали в его жизни довольно-таки активно. «Итак, не оставляйте упования вашему, которому предстоит великое воздаяние». Зачем он пишет эти строки? Потому что, очевидно, была проблема, что вот эта монотонность скорбей, она потрепала, так сказать, их нервную систему, они устали и, очевидно, в какой-то степени выгорели. И им тяжело уже нести вот это свое служение, и они потихонечку превращаются в теплохладных христиан, которых ничего не тревожит, не беспокоит, им на все становится все равно. И поэтому он говорит, «Не оставляйте упования вашему, верните своей прежней любви, первой любви, которой вам предстоит великое воздаяние». Упование ваше — великое воздаяние. Да, две вещи, сродные друг другу. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Воле Божия в служении ближнему, в претерпевании скорбей, исполнение воли Божией, течение, не изменять своему выбору, дальше оставаться христианами и двигаться по этому пути. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Это вот этот элемент паруси, элемент вот этого скорейшего пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И сказано, что праведной верой жив будет, если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Нужно стоять стойко и не поколебаться. В этом смысле, дорогие братья и сестры, и наша поприще поста — это некое испытание для каждого из нас, внутреннее испытание, но оно по силам. И здесь самое главное — выбрать путь золотой середины, умеренности во всем, и самое главное — научиться идти до конца этим путем. Не возлагать на себя, с одной стороны, бремена неудобоносимые, чтобы не сломаться, потому что не этого от нас ждет церковь, и не этого хочет Господь. Не нужно надевать на себя по своей гордости подвиг непосильный тебе. Но, с другой стороны, и отсутствие подвига — это тоже будет свидетельство нашей теплоохладности, нашей лени и нашей внутренней праздности. Поэтому нужно бегать и крайних форм, нужно бегать и лени, и праздности. Поэтому в данной ситуации мы должны идти путем, до конца путем поста, стяжать вот эти плоды праведности. А если кто поколебрится, не благоволит тому душа моя, говорит сегодня нам Господь словами Священного Писания. Поэтому, дорогие братья и сестры, сосредоточимся, не будем лениться, не будем пребывать в праздности, но будем со страхом Божьим совершать дело нашего спасения в Святую Четыридесятницу. Будем молиться, и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости, Господи, и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова